Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемый Николай Лаваевич, я очень рад приветствовать вас в Москве и признательны вам за то, что вы откликнулись на предложение совместно обсудить ход реализации нашего трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября прошлого 2020 года и дальнейшие шаги по преодолению имеющихся проблем и налаживанию мирной жизни в регионе. Россия дорожит партнёрскими и добрососедскими отношениями, связывающими наши страны и народы. Поэтому мы с тревогой и искренним переживанием за судьбы людей следили за вспыхнувшим вооружённым конфликтом. Масштабные боевые действия, к сожалению, привели к значительным человеческим жертвам, обосрили и без того сложную ситуацию в Закавказье, увеличили риски и распространение терроризма. Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за то, что вы позитивно восприняли предпринятые российской стороной активные посреднические усилия, которые были направлены на то, чтобы помочь остановить кровопролитие, стабилизировать обстановку и добиться устойчивого прекращения огня. Над решением этой сложной задачи напряжённо работали дипломатические и военные ведомства наших стран. Мы с вами находились в постоянном контакте, вместе искали компромисс. Именно в результате наших общих усилий, после интенсивных, в том числе, как вы помните, и ночных телефонных переговоров, 9 ноября было согласовано трёхстороннее заявление, которое мы с вами подписали. В этом базовом документе, как известно, речь прежде всего идёт о полном прекращении военных действий, об отправке в регион российских миротворцев и, что особенно важно, о том, чтобы оказать мирному населению, пострадавшему от боестолкновений, всемирную и эффективную помощь в возвращении к нормальной жизни. Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. Мы продолжаем регулярно сверять с партнёрами, с председателями Минской группы наши действия. Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трёхсторонние договорённости последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создаёт необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов. Для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора по просьбе армянской и азербайджанской сторон развернут российские миротворческие контингенты. Создана система эффективного обеспечения соблюдения режима прекращения огня. В зоне ответственности российских миротворцев действует 23 наблюдательных поста. Ещё 4 дополнительных поста отвечают за безопасность движения по коридору. Сейчас обстановка в регионе спокойная. Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. За период с 14 ноября в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек. При посредничестве России произведён обмен пленными и телами погибших. Успешно функционирует Международный центр гуманитарного реагирования, в рамках которого специалисты наших стран решают насущные вопросы, связанные с налаживанием нормальной жизни населённых пунктов, реконструкции разрушенной инфраструктуры, защиты памятников истории, религии и культуры. Сотрудники центра занимаются восстановлением энерго- и теплоснабжения. Из России в зону конфликта доставлено уже свыше 800 тонн стройматериалов и всего более полутора миллионов тонн гуманитарных грузов. Населению предоставляется медицинская помощь. От мин очищено свыше 479 гектаров территории. Проверено 182 километра дорог, 710 зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено более 22 тысяч взрывоопасных предметов. Думаю, что сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по включению, по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия. Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ. Предполагается, что этими вопросами займётся специальная трёхсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Хотелось бы рассчитывать, уважаемые коллеги, что наши сегодняшние переговоры пройдут в деловой обстановке и послужат обеспечению прочного мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития в регионе, в чём все мы, безусловно, заинтересованы. В условии мирного нашего соглашения от 9 ноября прошлого года мы пришли к выводу, что условия этого соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьёзных инцидентов. Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами. В Нагорный Карабах, как я уже говорил в начале нашей сегодняшней встречи, вернулось уже свыше 48 тысяч перемещённых лиц и беженцев. Идёт настойчивая работа по восстановлению инфраструктуры, энергетики, жилых строений, социальной инфраструктуры. Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имея в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов, С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств Азербайджана, Армении и России. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона. Я уверен, что реализация этих соглашений пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу, и без всяких сомнений пойдёт на пользу региона в целом, а значит и интересам Российской Федерации. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за приглашение и за инициативу провести эту встречу. Также разделяю ваше мнение о том, что встреча была очень важна для того, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое и безопасное развитие нашего региона. Прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трёх стран, подписавших заявление 9-10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре и ноябре. И то заявление, которое сегодня подписано, говорит о наших намерениях, Потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций. Это та сфера, которая может очень придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов. И Азербайджана, Армении, России, наших соседей, уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвлённой сети транспортных артерий в нашем регионе. Мы должны и дальше стремиться к тому, чтобы находить те сферы деятельности, которые бы дали быстрый эффект и нацелены на результат. В целом, хотел бы сказать, что совместное заявление от 9 по азербайджанскому времени 10 ноября выполняется успешно. Большая часть пунктов этого заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу. И за два месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьёзных поводов для беспокойства. Всё это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович один раз сказал, Нагорно-Карабахский конфликт остался в прошлом. И мы должны думать о будущем. О том, как жить вместе, по соседству, как стремиться к тому, чтобы решать вопросы разблокирования транспортных артерий. И в будущем укреплять региональную стабильность и безопасность. Ещё раз выражаю, Владимир Владимирович, благодарность за приглашение. И считаю, что встреча была очень полезной и плодотворной. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, позвольте поблагодарить вас за те усилия, которые вы вкладываете для восстановления стабильности и безопасности в нашем регионе и для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован. Остается, конечно же, нам удалось обеспечить режим прекращения огня, но ещё остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов – вопрос статуса Нагорного Карабаха. И мы, конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства минской группы ОБСЕ. В частности, по этому вопросу, к сожалению, сегодня нам не удалось решить вопрос военнопленных. И это самый чувствительный и болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос. И мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению. Но мы считаем, в частности, что конкретно восьмой пункт нашего совместного заявления, к сожалению, не полностью исполняется. Я надеюсь, что нам удастся прийти в кратчайшие сроки к конкретному решению. Но должен сказать, что то заявление, которое мы сегодня подписали, действительно очень важен. И не скрою, реализация договоренности этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона. И экономические новшества могут привести ещё и к более надёжным гарантиям безопасности. И мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению. Но, как я сказал, к сожалению, в течение одной встречи невозможно решать все вопросы. Я надеюсь, что мы будем дальше продвигаться. И для нас хочу ещё раз подчеркнуть, что главнейший вопрос на данный момент – это гуманитарные вопросы, вопросы обмена военнопленными, которые предусмотрены пунктом 8 нашего совместного заявления от 9 или 10 ноября. Спасибо. Спасибо. Я ещё раз хочу поблагодарить коллег за сегодняшнюю в целом конструктивную работу. Благодарю вас. Я уверен, что не будет никаких попыток с армянской стороны ревизии заявления от 9 ноября, тем, чтобы оба народа нашли в себе волю и мудрость думать о будущем и о примирении. Я очень рад, что в итоге этих переговоров у нас есть хоть какой-то результат, и он немаловажный. Я, как сказал, я уверен в этом, исполнение тех договорённостей, которые сформулированы в наши совместные заявления, могут серьёзно изменить экономический облик нашего региона и серьёзно превышать инвестиционный потенциал и инвестиционную привлекательность.